здравствуйте дорогие студенты лабораторная работа номер 8 автоматическая трансформация объекта во флэш что входит в автоматическую трансформацию это плавное передвижение либо плавный переход от одного элемента в другой можно видеть на примере для этого используется adobe flash cs3 и создается новый файл action script 2.0 то есть создали файл для начала изучим автоматическое передвижение то есть создаем один объект пусть он с этого угла переместиться в противоположный угол что нам для этого нужно для этого оставляем несколько кадров ну сколько вам потребуется например я оставил 25 кадров создают там новый ключевой кадр то есть с помощью кнопки f6 то есть f5 создает просто кадр повторяющий до этого а f6 создает новый ключевой кадр создали ключевой кадр теперь можно в ключевом кадре переместить этот элемент в то место в конечное его место то есть вот мы видим что его переместили дальше дальше нужно будет выбрать свой в котором находится вот выбрали слой выделили слой и с помощью правой стороны к новой мышки на кадре используем creed motion twin то есть motion это означает передвижение создать motion twin то есть создать передвижение создали передвижение теперь мы видим что у нас тут есть стрелочка между ключевыми кадрами и можем видеть что объект у нас перемещается плавно то есть можно видеть с помощью нажать на клавиатуре контур enter и видим что он перемещается плавно также теперь создаем новый файл можно тут же работать но можно показать на новом файле так теперь плавно переход 1 от одного элемента в другой то есть например тоже самое нарисовали овал создали там через какое-то пропустили сколько-то количество кадров например нажали в 6 и вместо овала теперь нарисуем тут четыреугольник либо квадрат вот пусть будет квадрат вот квадрата уже круг у нас остался на фоне то есть квадрат его полностью замкнул так что можно его не удалять он уже и так удалился вот видим что пока что у нас никакого эффекта нету круг круг и просто появляется квадрат теперь то же самое выбираем слой и на кадрах кликаем правую сторону книгу мышки и выбираем крит шейп твин то есть создать переменею перетекание шайп это у нас перетекание вот создали перетекание теперь мы можем видеть что вот у нас элемент рано переходит в другой зажимаем контур лентер и видим что у нас есть эффект плавного перетечения и так дальше можно еще один пример создать открываем новый файл снова экшен скрипт 2 и 0 например перетечение тоже ряги есть и плавное перетечение даже свит цвета если мы нас объекты разного цвета то он будет плавно перетекать от одного цвета в другой и также можно даже сделать плавное передвижение и перетечение одновременно как это сделаем например создаем еще один объект создали один объект ставить сколько ты кадров создаем новый ключевой кадр с помощью f6 и убираем тут наш объект он уже не нужен создадим тут например еще один круг только уже другого цвета выбираем например красный цвет и пусть он будет тут мы видим что у нас вот пока что только синий квадрат и появляется тут красный круг снова выбираем слой на зажимаем на кадрах правую сторону мыши то есть теперь используем все равно шейп мужчин мы комбинируем он будет сейчас плавно передвигаться и перетекать но мы не будем комбинировать мужчины шейп нам просто достаточно использовать шейп вот мы можем видеть что просто использовали шейп и он перетекает от одного элемента в другой плавный переход от одного элемента в другой также еще можно сделать эффект вращения с помощью мошен твина то есть вот например нарисовали какую-то черточку тоже самое оставили сколько-то кадров создали новый ключевой кадр теперь нам нужно будет этот объект вращать сначала его перевернем вокруг своей оси например пусть он его конечная точка будет та же самая только в обратном порядке в обратном направлении вот мы его перевернули теперь используем что используем мошен твин пока что у нас ничего не изменилось потому что мы не изменили свойства мошен твина то есть вот в окне в панели свойств мы можем видеть тут есть свойства род авто то есть вот это авто то есть он не будет крутиться или если вы его сами не перевернете теперь изменим свойства на например ротейт не крутить но авто то авто он сам выбирает крутить или нет дальше cv и ccv то есть по часовой стрелке и против часовой стрелке например будем крутить по часовой стрелке теперь можно будет увидеть вот контур энтер и видим что у нас линия крутится вокруг своей оси по часовой стрелке вот у нас ccv то есть во против часовой стрелке он крутится а тут еще есть и таймс то есть количество сколько раз по он у нас сейчас за 30 кадров переворачивается один раз крутится один раз а нам нужно например чтобы он крутился два раза можно увидеть вот он теперь крутится быстрее если сделаем три раза то он будет вертеться еще быстрее надеюсь что всем все понятно спасибо за внимание урок окончен